Неделя жизни для Андрея Дуброва исчисляется тысячей гривен. Востолько обходятся необходимые три процедуры на аппарате искусственной почки. От него Андрей зависим более семи лет. Стоит пропустить хоть один поход в больницу, начинается интоксикация организма. Сначала это слабость, потом это усталость. Как после очень-очень-очень тяжелой работы. Голова не держит шея, голову. Из-за болезни Андрею пришлось уволиться с работы, рассказывает жена Антонина. Вместе с маленькой дочкой живут на пенсию и ее зарплату воспитателя детского сада. Семейный бюджет на месяц – 3050 гривен. Помощи от государства в последнее время все меньше и меньше. Последний год, точнее, практически совсем нет. Очень многие люди даже умерли от этого. Очень многие попадали в реанимацию. Сегодня на процедуру гемодиализа нужно выстоять огромные очереди, жалуются пациенты. Но и это не гарантирует, что процедуру проведут, говорят врачи Института хирургии и трансплантологии имени Шалимова. Институт имеет 12 диализных мест. Раньше проводили диализ две смены, но на сегодняшний день такой возможности нет, потому что не хватает расходного материала. Физраствор, препараты для разжижения крови, бинт и даже спирт – все это больные вынуждены покупать за собственные деньги. На наш запрос, почему на расходные материалы не выделяются средства из бюджета, в Министерстве охраны здоровья дали письменный ответ. Деньги предусмотрены. Волонтеры посчитали, на одного больного, который нуждается в гемодиализе, государство ежегодно должно выделять почти 100 тысяч долларов. У врачей математика печальней. На аппарате искусственной почки взрослые пациенты в среднем живут 10-15 лет. Дети – и того меньше. Всего 5-7 лет. Ирина Любич. Настоящее время. Киев. Деньги. Деньги. Продолжение следует...